Рак предстательной железы Кроме того, снижение выживаемости связано с не только костными тестазами, а с их осложнением, выделяя две группы осложнений. Это ассоциировано со скелетом осложнение, патологические переломы, синдром капрессии спинного мозга, хирургическое вмешательство, необходимость проведения дистанционной лучевой терапии. И самое часто встречающееся – это прогрессирующий хронический болевой синдром. Как раз-таки и остеотропная радионуклидная терапия воздействует на болевые точки. Около 80% пациентов имеют этот болевой синдром. И не скелетное осложнение – это рефракторная терапия анемии подцитопения вследствие замещения красного костного мозга. Кроме того, она является одним из ограничивающих факторов проведения радионуклидной терапии. У нас в учреждении мы проводим радионуклидную терапию препаратами Самарий, Стронцы и РАДИ. РАДИ введен в 2019 году. Это единственный остеотропный радионуклид, который увеличивает общую выживаемость и дает противоболевой эффект. Всего было проведено 284 госпитализации. Лечение начали 59 пациентов. Им было проведено от 1 до 6 курсов. Полный курс лечения завершила половина пациентов. Прервано было лечение в 1-3 случаях по различным причинам. Средний медиан возраст стоял 68 лет. По уровням человеческой фосфатазы – это основные критерии, на которые мы опирались, важны. У половины пациентов был повышенный уровень. Это является неблагоприятным предиктором прогноза. Анемия встречалась у 2-3 пациентов в первой степени. У 1-3 пациентов был нормальный уровень гемоглобина. По статусу ЭКОК превалировали пациенты с ноли либо первым статусом. Болевой синдром был выражен в половине процентов случаев, что требовало назначения опиодных анальгетиков, наркотических или нет. Также при ходе лечения препаратом ради мы замечаем рост общего ПСА. По данным литературы и по нашим наблюдениям, это связано с непроведением локального воздействия на первичный начальник опухоли. В нашем исследовании 69% также не было локального воздействия. По данным литературы, у двух групп сравнение с локальным воздействием без него эффективность лечения и выживаемость не отличались. Пациенты в основном получали радио-220-рихлорид во второй линии, что соответствует действующим клиническим рекомендациям. Мы проводим радио со второй линии и последующих. Также были третья и четвертая линии. И первая линия был небольшой процент пациентов до указания этого в клинических рекомендациях. Во первой линии в основном пациенты получали датсетоксел, во второй линии амбиротерон. Результаты были оценены у 49 пациентов. Не завершившие терапию пациенты, 9 из них не завершили по причине непрогрессирования, а как раз таки из-за анемии третьей степени. Вернее, не 9, а половина пациентов. 10 пациентов спрогрессировали. В основном прогрессирование было связано с ростом ПСА, и оно сопровождалось одним из критериев прогрессии. Это либо клиническое, либо костное событие. Лишь у одного пациента было снижение ПСА, но была ему отменена также терапия из-за клинически значимого локального рецидива, прорастания мочевой пузырь, гемотомпонады. Завершили курс лечения 30 пациентов. Медиа наблюдения стояло 14 месяцев. Каждый третий пациент не спрогрессировал. Он сейчас находится в стадии наблюдения, получает антиандроген-депрессионную терапию, химическую кастрацию. Период наблюдения стояло 1,23 месяца. И две трети пациентов спрогрессировали. Период наблюдения до 14 месяцев ввиду появления новых костных очагов, медицинцидатов, лимфоузлы, роста ПСА. Причем у 10 пациентов с изодированным ростом ПСА была назначена новая терапия, потому что до этого ничего не получали. Результаты. Мы хотели выяснить, влияет ли различные факторы на эффективность лечения. Так, не было установлено взаимосвязи с болевым седром, с исходным уровнем гемоглобина, с предшествующим линией терапии. Но была получена зависимость, значимая от уровня ЭКОК. Так, пациенты с 0,1 уровнем ЭКОК лечение проходило более эффективно, нежели средней степени тяжести. И у половины пациентов, у которых был нормальный уровень щелочной фосфатазы, также была установлена зависимость. У них лечение прошло более эффективно. По нежелательным реакциям, мне представлено на слайде, хотелось бы остановиться на снижении веса. У каждого третьего пациента было снижение веса, причем рвота и тошноты не было, в основном это было связано с снижением аппетита. И анемия. По поводу анемии, это самое грозное генетологическое осложнение при лечении. Ради отмены терапии потребовало 4 пациента. В исследовании, рисунок исследования АСИНКО также было обращено внимание на побочное явление анемии. У двух групп пациентов не было выявлено расхождение. Анемия была одинаковая. Вашему вниманию хочу предоставить клинический случай. Пациент 56-го года рождения. Изначально вторая стадия. Было проведено радикальное хирургическое лечение. Затем по поводу локального рецидия получил дистанционно-лучевую терапию. Через 3 года конституционная резидентность, множество метастазов в кости. В качестве первой линии конституционной резидентности получил 6 циклов с касселом. Затем спрогрессировал. Мы назначили ему радио-203-хлорит. Получил он 4 курса. В ходе лечения снижение уровня щелочной фосфатазы в 10 раз. По данным сцентографии костей были обнаружены новые очаги в костях. Также были признаки клинической прогрессии. И значительный рост ПСА. Больше чем в 10 раз. Соответственно, консилиума была отменена терапия радио. Рекомендована новая линия терапии. Но из-за того, что у пациента возникло с траконоседром, лечение он не начал. Получал долго терапию по данной патологии. К нам он пришел только через 6 месяцев. И мы увидели значительный регресс общего ПСА. В пациентографии была стабилизация. Вот такое явление. Пока не можем понять точные причины. Но, однако, думаю, имеет большое значение. Спасибо за внимание. Коллеги, вопросы у кого-нибудь? У нас еще есть немножко времени. Да, пожалуйста, Сергей Юрьевич. Скажите, пожалуйста, вот можно ли получить у больного, который спрогрессировал, имеет метастазы в кости, и, используя радио-223, получить полный ответ на лечение? Ну, вообще, теоретически можно. У нас был подобный случай, единственный. Но мы сомневались, конечно, в первоначальном количестве очагов. Поэтому пока, наверное, только по данным литературы. То есть у вас полного ответа не получилось, да, на проведение литературы? Не получилось, нет. А основные ответы у вас какие были? Стабилизация, либо прогрессирование. Но вы прогрессирование считаете, как по повышению уровня ПСА, или вы делаете сканирование костейских гилет, и получаете новые очаги? Сколько надо получить новых очагов, чтобы подтвердить прогрессирование заболевания? Прогрессирование оцениваем мы не только по уровню общего ПСА. Мы тоже раньше сомневались в этом. Но был создан, был консенсус, он курал в 2019 году, и было установлено, что только по уровню общего ПСА именно у пациентов с метостатическим консорторезистентным раком предстательной железы мы не можем устанавливать прогрессирование. Поэтому мы учитываем еще клиническую прогрессию, если она есть. То есть должно быть минимум два критерия РОСПСА, клиническая прогрессия и радиологическая прогрессия. Понятно. А вот вы вот из этих больных все больные получили полный курс к Софиге. По-моему, там пять введений надо ввести. Нет, не все, половина пациентов завершили полный курс, это было на слайде. Остальные спрогрессировали по разным причинам. Спасибо. Сергей Львович, Анна. Скажите, пожалуйста, продолжалась ли какая-то терапия пациентам после того, как вы назначали радио 223? Я имею в виду дополнительно, там, химиотерапия, гормональная терапия. Ну, кроме кастрации. Нет, это противопоказания, например, абератрон, точно противопоказания. Ничего не получают без фонаты. Витамин Д, кальций тоже нужно отменять, потому что они конкурируют. Все. Ну и по сопутствующей терапии. Больше никакого химиотерапии нет. Деносумап вы не назначаете. Без фоната они получают. Получают. Все. Назначаем. Но есть риск остеонекроза, это понятно. Кристина Александровна, у вас достаточно в исследовании показан большой опыт применения радиотерапии. Были ли в вашей практике пациенты, которым проводилась терапия радио, с наличием мутаций в генах репарации? Генетические мутации, мы не проводим исследования на них пока. Я могу вам сказать. Спасибо. А ПЭТ-КТ проводите всем пациентам при обследовании перед назначением 223-го радио? И вообще, насколько вы считаете принципиальным назначение ПЭТ-КТ с ПСМА для того, чтобы выявить, кому из пациентов надо, а кому не надо проводить данную терапию? Нет, ПЭТ-КТ с ПСМА никому не проводим. У нас нет пока такой опции, и нам достаточно сцентографии данных КТ, МРТ, потому что с вестеральными метастазами пациентам лечение радио не проводится, только костные метастазы. Да, я к этому, что может быть вот этим пациентам выполнить ПЭТ-КТ, и как раз-то половина пациентов, которая спрогрессировала, у них там, к примеру, лимфоузлы окажутся позитивные. Лимфоузлы до 2 см также можно лечить с лимфоузлами, поэтому пока достаточно этих методов, может быть, в дальнейшем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.